Здравствуйте, дорогие друзья! Рада вас приветствовать на нашем виноградном канале. Зовут меня Светлана и сегодня мы с вами поговорим о сортах винограда для красного вина. Я расскажу, что есть у нас в коллекции, то, с чем мы уже работали, с чего мы вино делали, потому что коллекция на самом деле у нас очень большая на сегодняшний день. И расскажу о преимуществах того или иного сорта. Итак, первый сорт это Зилга. Это сорт универсальный, его можно и покушать. Из него можно и сделать вино. Да, это гибрид. Что такое гибриды, есть отдельное видео. Ссылочку я вам оставлю. Здесь останавливаться не будем. Ну, скажем так, это сорт из изобельной группы. Но что его отличает от изобелы? Там нет вот этой вот жгучей, кусючей кислоты. Ранние сроки созревания. Зилга в хорошие годы, в наших условиях, при очень хорошей нагрузке, созревает уже в начале сентября. Ну, конечно, последние годы, ввиду сильного сокращения периода вегетации, ввиду холодной весны, ввиду ранние дожди во осени, мы ее снимали где-то там к середине, ближе к концу сентября. То есть, сроки могут немножко смещаться, но в любой год, даже самый худший, зилга обязательно созреет. Напомню, кислоты жгучей нет, достаточно хороший сахар. В пределах 20% может быть немножко больше. Также этот сорт прекрасно грузится, прекрасно несет нагрузку, может давать до 4 гроздей на побег. И средний вес грозди порядка грамм 300. То есть, урожайность куста очень хорошая. Конечно, супервиноделы сейчас скажут, ай-яй-яй, да как вообще можно говорить об урожайности для технических сортов. У них урожайность должна быть низкая, и все должно страдать. Все-таки, конечно, замечательно. Если у нас есть большие плантации, мы можем себе позволить посадить 100, 200, 300 кустов. Но когда у нас клочок земли, на этом клочке еще домики, беседочки, бассейн и что-нибудь еще, и места остается совсем чуть-чуть, то как раз-таки зилга – это тот сорт, который можно посадить, буквально даже один куст, и литров 20 вина с него снять. Вполне себе хорошего. Значит, в какое вино получается из зилги? Оно получается с легким изобельным ароматом, но если вот сравнить с изобелой, изобелой все-таки он такой бьющий. У зилги он мягкий. Он мягкий, он приятный, он ненавязчивый. И вино из зилги, оно очень такое питкое. Вот есть такие вина, которые сделала один-два глотка, и уже не особо хочется, потому что он слишком тонинный, либо чего-то там слишком. Зилга в этом плане вино гармоничное, сбалансированное, и при этом вот только что-то хочется сделать еще-еще молоток. Я пробовала выдерживать его года два, прекрасно поддается выдержке, то есть года два вполне можно его сохранить. Больше просто не получилось, потому что все-таки не те у нас объемы, чтобы заложить на более длительное хранение. И вот сейчас у меня не работает этот приборчик. Я посмотрю или сюда оставлю ссылочку, или оставлю отдельно ссылку на дегустацию. Вина из зилги, правда, там еще русский рай не добавлялся. В общем, у меня был такой приборчик, который показывал кислотность, тонинность и тельность вина. Так вот, как раз-таки у зилги получался хороший такой треугольник. То есть это гармоничное, хорошо сложенное вино. И для тех, кого не смущают изобельные ароматы, те, кто мучается, например, с изобеллой, да, и льет туда кучу воды и сыпит кучу сахара, поменяйте на зилгу. И вы просто скажете, почему я не сделала этого раньше. Замечательный сбалансированный кислотный, замечательный сахар, ну и сам по себе куст достаточно неприхотливый. Следующий сорт из этой же группы, скажем так, из изобельной, это симоне. Симоне чуть менее урожайный, чем зилга, так внешне они похожи. У него чуть раньше сроки созревания. Сахар он набирает примерно столько же, ну, бывает там 19-20-21%. Ну, а что интересно, я пару лет назад симоне поставила отдельно. Симоне в вине не дает изобельных ароматов совсем. Там будет вкус черных ягод и будет вкус черной рябины. Терпкость там есть. Она мягкая, она приятная, но тем не менее она присутствует. И вино очень насыщенного цвета. Вот прям бутылку, если споласкиваешь белую, да, или бокал, то остается вот такой вот легкий фиолетовый налет. В принципе, я делала вина зилга русский ранний симоне. Ну, вот так их собираю. Ну, отдельно симоне вину получается очень интересным. Тоже те, кто ищет беспроблемные сорта и для кого важна урожайность, ну, это получается замечательный вариант. Следующий красный сорт из нашей коллекции – это не туран. Почему не туран? Много раз рассказывала кратенько. Покупали мы его как туран, но дело в том, что у истинного турана, второе его название – Агрия – сок темно окрашен. У данного экземпляра сок светлый. Поэтому это точно не он. Но что пока определить не удалось. Тем не менее, это виноград с ранним сроком созревания. По всем признакам это чистая ведь из винифера. Имеет ягоду среднего размера. Гроздочки также достаточно неплохие. Ягоды в наших условиях набирают хороший сахар, порядка 20 брикс. Ну, в два сезона он у нас плодоносил. Ягода достигает фенольной зрелости. Предыдущие два тоже достигают фенольной зрелости. Для красного вина это очень важно. То есть, нужные для хорошего напитка параметры у нас есть. Хорошо зреет лоза, неплохо грузится. Единственный нюанс – немножко подхватывает мельзю. Ну, вообще для европейских сортов, для чистых европейцев, некоторая болезненность характерна. Ну, с чем-то, как говорится, надо мириться. По вкусу вине пока особо не скажу. Отдельно не ставила. Но ягода такая вот, если ее разжевать, то вообще ягода приятная на вкус. То есть, ее в принципе можно и покушать, и в кожечке ощутимы такие вишневые тона. То есть, кожица достаточно ароматная. Следующий сорт – это Ландо Нуар. С недавнего времени, два года он у нас плодоносит. В общем-то, он входит в число моих любимцев, несмотря на то, что, конечно, мы любим все наши сорта винограды. Иначе они бы просто у нас не росли. Конечно, очень мелкая ягода. Ягода, как горошки. Совершенно небольшая грозочка, там порядка 90-100 грамм. В чем плюсы? Обладает невероятной силой роста и жаждой жизни, скажем так. Уже на второй год вполне может плодоносить и можно грузить. В принципе, я даже думаю, может в следующем году запустить какую-то двухъярусную формировку, потому что хорошо грузится, замечательно созревает рожай, и сахар хороший, 20-22 накапливает, и фенольная зрелость хорошая, темно окрашенный сок, вообще ничем не болеет, можно вот, грубо говоря, приехать, подвязать, да, и дальше пусть растет. Очень неприхотливый сорт в плане ухода, но вот единственный недостаток все-таки вот эти, ну, для технических сортов, конечно, это хорошо. Мелкая ягода, мелкая гроздь, ну, в определенные моменты, как бы, и для кого-то это может быть не совсем удобно, мы должны подбирать все под себя, исходя, ну, как бы, из всех параметров, которые нам нужны, нам необходимы. Что в вине? Да, отдельно я пока что его не ставила, но в тех смесях, которые я делала, я четко понимала, где есть ландонуар. Он дает очень яркий черничный вкус. Вот если ландонуар есть в смеси, даже в прошлом сезоне, я вам скажу, что это, наверное, его была пятая часть, вот в той смеси, в которой он был, и вот этот черничный вкус, он прослеживался. То есть его можно делать отдельно, его, конечно, можно использовать для ароматизации каких-то других сортов, еще смешивать, потому что вкус яркий, и он обязательно передастся вину, вы это почувствуете. Конечно же, он еще дает и такую хорошую плотную окраску вину. Следующий экземпляр – это мукузани. Спорный сорт. Кто-то говорит, что такого сорта нет. Ну, в общем-то, это действительно так. Это Аберлинуар. Делали генетическую экспертизу, и она показала, что это именно этот гибрид. Такая же мелкая ягода и такая же мелкая гроздь, как у ландонуара. Примерно там 100 грамм будет гроздочка. Но обладает, в принципе, такой же неприхотливостью. Замечательно растет. Вот у меня он из вот таких вот малюсеньких двух саженцев, которые я посетила в эту яму. Думаю, что вообще, может быть, кто-то выживет. Уже на второй год мы получили с него урожай, и не самый маленький. Да, и вот сейчас третий год он плодоносит. То есть, очень хорошая сила роста, очень неприхотливый, ничем не болеет. Даже в этом году, когда у нас в сентябре немножко заморозок похватал по верхушкам, то кузани он не трогал. Хорошо грузится, и грузить его надо, и побегами, и урожаем всем. Значит, чем характеризуется? Характеризуется высоким, очень высоким сахаронакоплением и высокой кислотой. В прошлом году в единичных ягодах у нас сахар был 25 брикс, и это было где-то на число 13-14 сентября. Вот так вот. Ну, может быть, я там чуть ошибаюсь, но примерно вот так. В сусле 22. Напомню, это был куст, которому второй год всего лишь. Ну, и так вот. Сняли мы с него не две грозочки, а гораздо больше. В этом году, да, несколько ниже, сахар был где-то 22 в ягодах, 20 в сусле. Но высокая кислотность. В прошлом году pH был 2,9. То есть это, конечно, pH низкий, но если у нас есть кто-то сладенький, например, русский ранний, потом я пару слов о нем скажу, то это станет замечательным дополнением. И можно вот, грубо говоря, из двух сортов, вот они друг друга дополняют, дадут эффект синергии, мы получим то, что нам необходимо. То есть, да, можно пробовать делать его в гоно-вине. Я, кстати, пробовала вино из макузани, правда, не мной сделано. Да, кисловато, но кисловатому вину можно дать время выстояться. Кисловато и вина не болеют. Кисловато и вина очень хорошо сочетаются с соленой пищей. То есть с этим всем можно поиграть. Кроме того, в определенных винных технологиях как раз-таки наличие сорта с высокой кислотой может очень даже нам помочь. Я бы сказала, что бояться кислоты у макузани совсем не стоит. У него очень высокий сахар и его можно просто с кем-то смешать и получить как раз-таки то, что мы хотим. Следующий сорт это Вэллиант. Вэллиант это американский сорт, также очень неприхотливый, также обладает прекрасной силой роста, также как и макузани, может плодоносить и на второй год, причем давать очень хороший урожай и грузить его можно. И не болеет он, и лоза у него хорошо зреет. Для тех, кто хочет посадить и плюс-минус забыть, вот эти варианты это для вас. Да, у него небольшая гроздочка, в отличие, например, от зилги, у нее все-таки крупнее, у Вэллианта хоть ягодка не такая мелкая, как у Ландо Нуар или как у Макузани, но тем не менее гроздочка небольшая и самое главное, что если вдруг у вас на участке Вэллиант, чтобы вас не смущало, на вкус ягода будет не очень. Она такая немножко слизистая, там будет ощущаться кислота, тем не менее Вэллиант набирает в наших условиях замечательные параметры, и сахар он хорошо набирает. Ну, я кислотность не мерила, потому что он у меня в этом году только первый раз плодоносил. Сахар порядка 20, даже в хороший сезон 22, Брикса набирает примерно к середине сентября. Ну, это вот я знаю там по знакомым, у кого он растет. И вине дает такие, ну, интересный вкус черных ягод. Теперь мы переходим к группе мускатных сортов. У меня их, конечно, несколько, но сегодня рассмотрим два из тех, кто плодоносили, из тех, кто уже давали какие-то результаты. Это Галант и Мускат Блау. Сначала поговорим про Мускат Блау. Вообще они похожи, потому что Галант в его родителях как раз-таки Мускат Блау и Солярис. Оба имеют мускатный вкус. Галант будет созревать в конце августа. Ну, сахар. Сахар набирать. Для фенольной зрелости ему, конечно, ну, опять же, да, год на год не приходится. Где-то числа до 10 сентября можно было бы повисеть. Мускат Блау созревает дней на 10-12 позже, чем Галант. У обоих достаточно рыхлые грозди, ну, по вкусу они, в общем-то, похожи. Сахар лучше набирается у Галанта и практически не размывается дождями. Вот в прошлом году у нас шли сильные дожди. В сентябре и Галант, то, что он немножко потерял, он очень быстро добрал. Мускат Блау воды натягивает больше. По остальным параметрам, в принципе, там, по болезням, по вызреванию лозы, они плюс-минус одинаковы. Что касается вкусовых качеств. Это мускаты. В прошлом году отдельно из Галанта я делала игристое. Получается такое очень интересное вино с ярким таким конфетным вкусом и очень длинным конфетным послевкусием леденцовым. Оно прям вот яркое-яркое такое. Единственное, что сам Галант, когда один, он медленновато осветляется. Не очень быстро, назовем это так. Мускат Блау отдельно я не ставила, но уже в этом году я показывала дегустацию, где он был в смеси Макузани, Мускат Блау и Ханка. И вот там, может быть, конечно, еще кто-то из этих вот смесей дал свои привкусы, но там был явно такой вкус черной смородины, прям яркий. И вот этот вот мускатный вкус, но он в вине на самом деле, вот от темных мускатов, он конфетный. Вот такой вкусный-вкусный, приятный леденец. Он и в запахе есть, он и во вкусе есть. И очень долго, как послевкусие, вот глоточек сделаешь, и на языке прямо вот долго-долго чувствуются эти конфетки. Как будто вот манпанфье в баночках, да, такой вот вкусный леденцин, мы покушали, или они еще чуть-чуть остались во рту, вот такое ощущение будет присутствовать. То есть для тех, кто любит ароматные вина, ну это, конечно, очень хороший вариант, тем более, что они имеют хорошее сахаронакопление и хорошие сроки созревания для средней полосы замечательно подходят. И напоследок хотелось бы сказать еще об одном сорте. Он, конечно, не синий, но мы его используем для красного вина, и я вам расскажу, для кого и для чего он может пригодиться. Есть отдельный по нему ролик, тоже можно посмотреть, значит, это русский ранний. Русский ранний, обладает ранними сроками созревания, очень хорошим сахаронакоплением и низкой кислотой. И если у вас есть сорта с высокой кислотой, и вы пытаетесь разбавить водичкой или еще что-то сделать, то вот русский ранний как раз-таки та палочка-выручалочка, которая мягко снизит кислоту и гармонизирует вот это самое кислое вино. Как раз-таки, например, если боимся кислоты мукузани, можно брать мукузани, можно брать русский ранний. Мукузани, кстати, краситель, он даст плотную, хорошую окраску. Русский ранний смягчит кислоту, сахара у них у обоих и так достаточно, и можно получить обалденно классное вино. И точно так же, знаете, ароматные сорта, допустим, они в некоторых винах могут быть слишком яркие, да, слишком притерные. Опять же, русский ранний в этом случае прекрасный помощник, мягко все это разбавит и сделает вино гармоничным. Конечно, это не все наши сорта винограда для красного вина, а только их небольшая часть, но это то, чем мы уже достаточно плотно, достаточно хорошо поработали с такими сортами, как зелго, русский ранний симоне. Мы вообще уже имеем дело восьмой или девятый сезон. Я уже немножко сбилась со счета. И именно этой информацией мы хотели с вами поделиться. Напоследок еще, чтобы хотелось добавить вопрос, иметь один сорт винограда для вина, либо несколько. Мой совет иметь несколько. Я вам даже в этом видео приводила немножко примеры, что в некоторых случаях было бы хорошо один сорт разбавить другим. Кроме того, у нас бывает разная погода, разные сезоны. Кто-то может хорошо набирать кондиции, в данный конкретный сезон кто-то не очень. И когда у нас есть несколько сортов, тогда мы можем, как художники, брать разные краски и составлять именно то, что нам необходимо, и получать хороший стабильный результат. Конечно, финальное слово и финальное решение за вами. Я бы советовала, и в принципе и мы так делаем, мы садим разные сорта, а уже потом смотрим, кто из них с кем лучше дружит и кого в какой сезон можно к кому добавить. Здесь видео было вам полезно. Большое спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Под роликом, нажав кнопку «Еще», будет ссылка на каталог наших сортов винограда, наши контакты. Кроме того, я еще оставлю ссылку на видео, где я дегустировала вина из этих сортов винограда в разные периоды. Так что можете все это посмотреть, как оно было на самом деле. И до новых встреч!